так друзья доброе утро в ничанге 7 утра мы с амиркой вышли на прогулку я вам сейчас делаю панораму мы пришли вот оттуда вчера я весь день никуда не выходила сидела с амиркой и позволила себе спокойно болеть заодно сразу доложу антибиотик мне не помог потому что получилось получилось сделать большой перерыв ну и не знаю поэтому или может потому что антибиотик слабый и на меня никак не подействовало ооо какие волны шикарно вот а это мы с амиркой зефиркой ооо какие волны смотри какие волны какие волны ух ты ж ой 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 до нас доползло аааа дааа 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 даааааа смотри аааа ааааа смотри за камеры бежать нах пока я её не намочила Амирка-зефирка хохотала, когда волны на нее набегали, она хохотала. Мы конечно намокли, у нас мокрый подгузник, вниз маечки, надеюсь солнышко утреннее нас высушит. Мы с Амиркой отошли немножко от моря, сушимся на сухом песке. Давайте посмотрим, как тут все организовано. Тут, значит, вот такой классический буфет, как в картинке, например, рекламе баунти или какой-то риглис спермен, гам, лежаки. Лежаки вьеднамцы сдают, смотрите какой колоритный дядечка сдают за 100 000 донгов. Присесть на них не дают. По набережной бегают джоггеры, мебель ротанговая в кафешках. Творобушки, чай, кстати, не вижу, есть воробьи. Так, мы с Амиркой промокли до подгузника, не знаю, поменять его или высохнуть, высохнем на солнце, сейчас я ее вытащу. Так, друзья, мы с вами за стойкой бара. Вы тоже, вы прямо на стойке. Так, сейчас я себя покажу. Ай, ребенок пытается камеру отобрать. Ты же упадешь, зачем так? Так, камера не дает покоя. Сейчас. Вот так. Тогда уж извините, я буду вас болтать. Как надолго мы во Вьетнаме, ну вот я сказала вам или нет, что визу мы оформили до 22 февраля. Затем планируем, ладно, не буду о планах, тоже пока что все. Хотя часть билетов куплена, но, в общем, все может еще измениться. Это слишком большой срок, чтобы я могла конкретно говорить. Молодежь ищет, усиленно ищет апартаменты. Вот два дня ушло на поиски. Вариантов куча, но чтобы была подходящая цена, ну, чтобы все устраивало, чтобы все срослось в одном объекте. И цены, и наполнение, такого еще не случилось. Вот, все-таки мы едем в высокий сезон, под Новый год, к Рождеству. Туристический наплыв, он традиционно больше. Так, я надеюсь, я не закрываю камеру. Надеюсь, что я не закрываю эти, как их называют, динамики. Нет, динамики, наушники. Нет, микрофон, микрофон. Так. Какая-то нереальная красота. Скажите, какая нереальная картинка, да? Возможно. Ой. Я уже говорила, что мне Вьетнам был предпочтительнее, чем Таиланд. Ну, сейчас вот задним числом вспоминая, я думаю, все-таки в Бангкоке было прекрасно. Вот. Не скажу за весь Таиланд. В Бангкоке было замечательно. И мне кажется, что там цены были ниже на какие-нибудь шмотки. Ну, например, мне бы надо было бы купальник, такой более адекватный. Я, когда приехала в Улан-Удэ, я в срочном порядке, у меня не было купальника, я в срочном порядке купила по распродаже ин-сити купальник. Ну, вы в нем меня уже видели все мои блоги последние, где я в купальнике. Это белый полосок. Я хотела купить купальник реклэймовский, но никак мне не удавалось это. Все время то денег нету, то, когда есть деньги, нет купальника. Потом мне бы об этом задуматься в Бангкоке, чтобы присмотреть, может быть, вообще прицениться хотя бы. Может быть, там и было бы дорого, может, я и не купила, но я даже не посмотрела на цену вообще. Я хочу купальник такой более адекватный возрасту, чтобы был с шортиками, чтобы высокий пояс. чтобы лифт был такой, который не слетал, волною не сносила и не открывала грудь. Но нет, так что пока буду в этом палевном купальнике. Так, что еще ответить? Так, какие-то еще вопросы были? Ну, по поводу еды... Так, нехорошо, когда лицо не видно, да? По поводу еды будет очень много. Я почти всю еду, которую мы едим, всю ее снимаю. Ну, опять-таки, да, в Бангкоке еда была лучше. Здесь вот в Нячанге уже чувствуется курортное такое, курортную развращенность местного населения, скажем так. То есть ценники уже завышены, качество уже так занижено. Все равно пипел все схавает. Как-то вот так мне показалось. Но, может быть, я ошибаюсь. Это впечатление первых двух дней. Ну, я уже сказала вам, что в Нячанге полно русских. Через каждый шаг слышишь русскую речь. Вот. Все сценики продублированы на русском. И почему-то в кафе... Ну, пока что немного кафе посетили. Почему-то мне показалось, что, когда мы заговорили по-русски, к нам отнеслись похуже, чем в начале, когда нас приняли, может быть, за китайцами. Мне так показалось. Так, еще я по поводу болтания камеры хотела сказать. Я умею камеру держать в руке, чтобы она не тряслась. При условии, что у меня нет на руках ребенка. Что мне не приходится нести коляску. Что я не пытаюсь на узкой, людной улице лавировать между людьми и мотоциклами. Что еще? В общем, я прекрасно понимаю, что это совсем неудобно смотреть, когда изображение все время болтает, что начинает укачивать. Я сама, если у меня нет настроения в данный момент, я ищу что-то другое, и вдруг встречается такое изображение, я просто закрываю и ухожу. Какие проблемы, зачем мне тратить время на то, чтобы делать замечания человеку. Ладно, сколько ни говори, я знаю, сколько ни говори, все равно такие замечания будут. Вот. Ну просто не подумайте, что я за столько лет не научилась, я не знаю таких вещей. Я думаю, что без специального оборудования и у вас бы камера болталась бы. Будь здоров. Будь здоров. Так, что еще хочу показать? Да. Да, и вот что еще. Мои влоги, это мои влоги, это мой дневник. Я в основном его пишу для себя. То есть, конечно, я в этот момент думаю и о вас, дорогие мои зрители. Но, действительно, если бы я в этот момент думала о том, что я зарабатываю деньги, может быть, было все по-другому. Я бы вообще не стала доставать камеру и пытаться что-то рассказывать. Просто вот мой влог, это мой семейный альбом. Мне будет интересно самой через год посмотреть его. А уж через 3, 5 или 10 лет и подавно будет очень интересно. Так что не обессудьте тех, кого раздражает. Моя чукотская песня. Мои неумелые инструменты, дрожащие, болтающиеся руки. Я всегда, я знаю об этом, я думаю об изображении, я думаю о зрителях. Но если я не смогла этого сделать, удержать камеру статично, значит не смогла. Кстати говоря, у нас отобрали все шампуни, гели для душа. Мы сейчас на таких подручных средствах, ну в частности гостиничные используем шампуни и гели. Ну вот они когда заканчиваются, а новые нам не выдают. У меня и в этом косметичке, я показывала, есть большой-большой набор. Собраны за много лет всяких скробничков и тоже вот этих тревел-вариантов. В саше, гелей и шампуни. Такие хмурые язьки входят. Хмурые пенсионеры советские. Как мне кажется. Ну по виду советские. Слушайте, я сейчас задним числом тоже думаю. Хошимин, какой колоритный город это все-таки. Но мы жили в центре, я не ездила. Арсантос и Сэго еще ездили куда-то на рынок, ну куда-то в другие части. Но центр, боже мой, как же там. Кипит и кишит жизнь, это просто. И какое там все контрастное. Вот когда хочешь покушать. Ну кстати, в Бангкоке тоже мы последний день поели. В каком-то совсем вот при рыночном, при рыночной забегаловке. Взяли какой-то еды. Показывала я или нет. Может у меня к тому моменту уже камера разрядилась и я не показывала. Нам навалили такие огромные тарелки лапши. Залитое чем-то. Каким-то соусом. Таким вот соусом в кавычках. Такой мешаниной. Когда вот на масле долго чего-то жарили. Ну в общем мы были голодные и все это съели с удовольствием. Все это было при этом острое. И к этому подавались еще такие тазики разной зелени. Причем какой зелени. Не то чтобы там как мы привыкли кинза, петрушку, укроп. Нет. Это была такая порубленная капуста. Естественно пророщенные ростки. Каких-то бобовых. Не знаю точно каких. Но они тут всегда. Это must have. Они всегда подаются с блюдом. В общем еще каких-то 3-5 тарелок. Всяких незнакомых вещей. Ну вот этого какого-то овоща. Такого порубленного. Овощ похож, как я думала, что на недозрелый кокос. Может быть от счастья на патиссон. Но деревенистый он по сравнению с этим соном. Кисловатый вкус. Моя Ляля потеряла терпение. Потеряла терпение. Сейчас. Да. Сейчас. А мне хотелось вот так вот снять. Да? Да. Машенька. Привет. 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 Марьяна. Машенька. Да. Показывает. Да. Удав. Удав. Сладых. Удав. Удав. Сладых. Удав. Удав. Удав мёртвы. Я ещё не знала какого-то. Оказывается, нельзя сидеть. Полицейский сказал, что нельзя. Будем знать. Хорошо, что я успела заснять эти кадры. Вы видите пальмочки с кокосами? Ну или с какими-то плодами. А я, кстати, за всё это время так и не попробовала кокосовый, когда делают такой напиток в кокосе. Потому что я болею. И когда я болею, всё это время мне хочется кисленького. Я не могу сладкое. А в кокосе же нет кислоты совсем. И в общем мне даже не хотелось это ни разу. То есть мне вот чисто, как сказать, глаза хотят. А вот так вот, чтобы это в себя впустить, такой сок мне не хотелось. Я не знаю на какую группу мышц. Только на бицепсе кажется. Я не знаю. Десяти подъемов для первого раза достаточно. Я думаю, что выйду из состояния. Петушочек, петушочек. Мы пошли домой. Вот, друзья, я снимаю нашу улочку. Так, у меня заканчивается, кстати, память. И этот утренний блог заканчивается тоже. Это мы ещё не закрикали. Смотрите, какие балкончики. Я прям не могу. Я прям от всего тащусь. Вот так вот, да? Пока ещё есть время. Вот это наш отельчик. Котва. Вот мы живём на втором этаже. Вот там вот вторые окна. Не, не вторые. Третье окно. Это наш. Второе окно в коридоре. Поле. Третье окно. Вот кафе. Третье окно. Где мы кушаем. Как они здорово себя нарисовали. Там так мило. Я вам там сниму, покажу. Так. И я иду. Так. Так. Продолжение следует...